здравствуйте и снова на связи канал rs и сегодня поговорим о разработке штурмовика нового поколения шершень эпы как отмечают некоторые западные эксперты российские вкс подошли к реализации создания новейшего перспективного штурмовика 5 поколения предположительно работы по проекту шершень эпы в россии ведутся с 2012 года хотя анонсированы минобороны рф были только в 2014 году новый самолет должен прийти на смену легендарному штурмовику су-25 грач который был создан в 70-х годах 20 века хоть су-25 имеет огромный потенциал для глубокой модернизации и будет еще летать примерно 10-15 лет по крайней мере его последняя версия су-25 см 3 его замена в будущем очевидно развитие современной авионики композитных бронированных материалов и перспективного вооружения уже сейчас позволяют российским конструктором создать совершенно новую ударную аэроплатформу которая станет ключевой фигурой на полях сражения в 21 веке по сути этот летающий стелс танк будет обладать характеристиками которые недоступны на данный момент другим ударным самолетом низкая радиолокационная заметность плюс способность полета с огибанием рельефа на низкой высоте делают этот самолет недосягаемым для средств противовоздушной обороны применение стелс технологий означает что ракеты и бомбы должны будут прятаться внутри фузеляжа или в специальные подкрылевые контейнеры новый штурмовик будет способен нести все типы современных вооружений которыми планируется вооружать такие самолеты как су-57 с 70 охотник су-75 миг 41 также для нового штурмовика будут разработаны новые уникальные средства поражения возможно на иных физических принципах но об этом пока рано говорить можно только предполагать что это будет современная наука не стоит на месте и регулярно выдает новые технологии которые и лягут в основу этого штурмовика и его вооружения штурмовик будет оснащен самым современным радиолокационным прицельно-навигационным оборудованием и новейшими средствами связи он сможет применять всю номенклатуру тактического вооружения в том числе дальнобойные высокоточные ракеты что значительно сократит потери уникальная конструкция шасси и воздухозаборников позволит эксплуатировать этот самолет не только с аэродромов с твердым покрытием и палубы авианосца но из грунтовых покрытий что сделает его по сути фронтовым штурмовиком не нуждающимся в сложной инфраструктуре аэродромов штурмовик найдет свое место не только в частях вкс россии но также и в морской авиации в мф россии не исключено что будет создан палубный вариант штурмовика который заменит корабельные штурмовики су-25 к ресурс которых уже подходит к завершению досконально о настоящем облике пока неизвестно но применение конструкторских наработок по су-57 су-47 беркут су-75 можно предположить что штурмовик получит адаптированные двигатели аэль 41 f1 с увеличенной тягой но возможно так и останутся авиадвигатели r 195 но тогда не реализуется концепция сверхзвукового режима на перспективном штурмовике по поводу силовой установки вопрос также до сих пор остается открытым с большим процентом вероятности новый штурмовой комплекс будет включать в себя наличие ведомых беспилотных летательных аппаратов с 70 охотник который уже проходит испытания все характеристики самолета проекта шершень обе только предполагаемы и находится под грифом секретно даже в наше время промышленный шпионаж никто не отменял известно что подобные работы также ведутся в сша в интересах американской армии на данный момент в ввс сша решается вопрос о создании стелс версии знаменитого штурмовика а-10 thunderbolt он же бродавочник но пока это только проект возможно аналогичные работы по созданию перспективного штурмовика ведутся и в соседнем китае по крайней мере рендеры со своим ударным самолетом пятого поколения они регулярно сливают случайно в сеть всемирной паутины интернет радует что мировое авиастроение не стоит на месте а продолжает развиваться даря любителям авиации бурю новых эмоций и впечатлений хотелось бы узнать ваше мнение пишите комментарии и до новых встреч оставайтесь на связи